Сегодняшняя недельная глава, к которой мы сегодня с вами пойдем, это Парашат Китаво. Один из многих интересных моментов, который написан в Парашат Китаво, это многочисленный митцвот, который связан с бекурим, который связан с первым урожаем, который человек получает, и должен первые фрукты, первые, самые лучшие фрукты, должен привезти в храм, и показать благодарность Творцу. И потом Тора переходит на другие митцвоты, и в середине нашей недельной главы мы находим один очень сильно интересный момент, который, в принципе, уже было несколько хорошо, то этого было уже намек, но это было уже дано, было в Торе, и сейчас Тора это тщательно проходит, это вещь, который описывает Тора тщательным образом, а именно благословление и проклятие, которые еврейский народ, скажем так, согласились и получили на себя, то, что человек, исполняя определенные заповеди, слушая желания Творца, то, что они будут благословлены, и не дай бог, если человек пойдет не по путям Творца, то есть в определенных вещах, есть определенные как бы проклятия. И как Тора уже, в принципе, нам уже, в принципе, рассказывает, очень интересный момент, то, что шесть колен были на одной стороне горы, шесть колен были на другой стороне горы, Харе-Эбал, да, и Куаним, Левиим, и Арон Абрид находился в середине, и благословляли сначала человек, который будет слушать желания Творца и так далее, делать эти вещи, то, что он будет благословлен, и они обращались лицом одной именно стороны, Хар-Эва, потом Хар-Керезим, двух именно сторон, говорили одни Амэн, потом с другой стороны обращались, пусть будет проклят человек, который не будет этого вещь именно слушать, и все говорили потом Амэн. И таким образом, есть эти особенные именно проклятия, которые есть именно в Торе, которые каждый из них, конечно же, нужно изучать и понять, в чем смысл, в чем особенность каждое из этих проклятий, которые есть именно в Торе. И мы тут находим очень сильно интересный момент, который бы хотел бы с Божьей помощью сегодня на это как бы фокусироваться, чтобы заметить именно на этот момент. И с Божьей помощью, может быть, мы можем зайти чуть-чуть тоже в Рошашану, и может быть, может быть, что-то взять тоже для нас, для подготовки, как бы, Рошашаны и Йон-Кипуру. В конце всех проклятий написано очень интересный подзывок. Пусть будет проклят человек, который не восстановит, и Ли-Аким, это значит поставить на ноги, Ли-Аким. Слова Торы, вот этой, чтобы его делать, Ви-Амар-Кола-Ам, Амэн, и сказал весь народ Амэн. Получается, это самое последнее проклятие, которое есть, один из этих проклятий, которое написано в нашей линейной главе. И мудрецы, они по-разному смотрят на это по суку. Что это значит? Что это значит? То, что пусть будет проклятие, человек, который не восстановит, не поставит слова Торы, и на это приходится особенный именно проклятие на человека. Тогда, как мы поймем, что имеется в виду здесь, а что именно наши мудрецы, как они объясняют именно всего этого, нужно понять очень интересный момент, который раскроют уже наши мудрецы, то, что до того, как было, как были сказаны эти проклятия еврейскому народу, все проклятия были сначала сказаны благословлениями. Значит, до того, как они говорили определенные проклятия, и на это весь еврейский народ говорил Амэн, то до этого было благословление именно на это. А значит, то же самое на наш пасу, который мы только что сказали. Значит, до этого было благословление, на что пусть будет благословлен человек, который поставит слова Торы Тора, чтобы было оно сделано, чтобы делать его. И весь народ сказал Амэн. И потом было сказано, что противоречие этого всего, проклятие этому всему, то, что человек, который не поставит слова Торы, то, не дай Бог, будет именно это проклятие. Значит, всех проклятиях, которые мы здесь находим, дорогие друзья, противоречие всего этого есть благословление от Торы для зеркского народа. Теперь, чтобы мы поняли, величие, на самом деле, вот, это как бы благословление, и до того, как мы посмотрим, о чем идет там речь, вообще, заметим чуть-чуть момент прахи и благословления, который определенный митцва или определенный вещь, которую человек делает, может и есть при тебе в него. Я хотел бы вам рассказать маленькие истории, которые, просто, что мы ощущали настолько сильное однодействие как бы человека. Значит, мудрецы говорят то, что в любой момент, когда есть определенный митцва, когда евреи делают определенную митцву, после этого есть такая идея, чтобы просить у Творца определенные вещи. Мы это находим в заповеди истории, которую мы исполняем каждый раз, когда мы кушаем хлеб и мы читаем Биркат Амазон. Когда мы читаем Биркат Амазон, после Биркат Амазона, дорогие друзья, у нас есть Харахаман. Харахаман, ты милосердный, дай, пожалуйста, нам дай нам пожалуйста здоровья, мы молимся для парносы, для успехов, чтобы каждый вещь, которую мы делаем, дай нам пожалуйста успех и так далее, и так далее. И это в принципе абсолютно не часть Биркат Амазона. Это не часть Биркат Амазона, дорогие друзья. Но что? Говорят наши мудрецы, тот момент, когда ты сейчас исполнял какую-то митцву, в этот момент есть определенная особенная сила, что ты можешь на самом деле взяться за этим моментом и припить к этому твои просьбы, твои желания, твои какие-то вещи и этому всему есть невероятно большая сила. Невероятно большая сила, дорогие друзья. была история с Равшлома Клугером. Невероятная история. Равшлома Клугер являлся одним из великих-великих мудрецов Торы. И эту историю рассказывал сам Хофицхайм очень часто. История была следующая. Один раз Равшлома Клугера позвали быть сандаком на Бритмеле. Его позвали быть сандаком на Бритмеле. И когда он пришел дома, где был наврожденный ребенок, где должен был произойти производим на все Бритмела, то Равшлома Клугер заметил то, что очень сильно задерживается Бритмеля. Он спросил, что происходит, и он ждет этот, все. В конце концов, что вышло? В конце концов, ему сказали, что Рэбе в этом же доме, где вы сейчас находитесь, сейчас здесь, комната в другом комнате лежит отец этого новорожденного ребенка. И он очень сильно болен, и он уже, не дай Бог, уже перед смертью. Он уже перед смертью, не дай Бог. Ему сказали, что родители, родные, все ждут, чтобы вот-вот сейчас отец должен уйти с этого мира, и они хотят потом назвать это имя этому ребенку. Значит, до того, как он не умер, не могут назвать это имя ребенка. Из-за этого, если они уже знают, что он сейчас должен умереть, из-за этого, пусть он сейчас умрет, подождем, и дадим это имя. Что мы, когда это услышал, это странная вещь, сразу же попросил Самуэлю сразу же сделать бритмилу. сразу же сделать бритмилу, дорогие друзья. Теперь смотрите, что такое сила одной заповеди, одной благословления, которое есть именно в человеке. Равшлома Кругер попросил Мойлю то, что делает сейчас же бритмилу, и Мойль делает бритмилу. После брит, после того, как назвали имя, не как отца, назвали, вот как назвали, и после этого заходит Равшлома Кругер в комнате, где лежит отец этого ребенка, которому только что делали бритмилу. Заходит в комнату и говорит следующие слова, дорогие друзья. Позвать ангела, который ответственен для выздоровления, я не могу. Я не могу, я не в силах позвать сейчас этого ангела, у меня нету такой силы сейчас позвать этого ангела, что может вылечить этого больного человека, который сейчас стоит уже перед смертью. Но говорится то, что тогда, когда есть обрезание, то приходит ангел, который стоит возле Мойля, который исцеляет этого маленького ребенка, которому только что делали бритмилу. есть ангел специальный, который исцеляет ребенка, который сейчас делали бритмилу. Так я прошу, чтобы этот же ангел зашел сейчас и исцелил отца этого ребенка, который только что делали бритмилу. Это была история. Дорогие друзья, проходит три дня, этот человек стоит на ногах, идет своими же ногами в синагогу. Человек стоит на своих ногах. На что? Если одна митва исполнил Равшлому Кругер, сейчас была определенная вещь, и здесь создался определенный ангел, он говорит, этот ангел из-за гигантской силы, даже можно спасти человеку, что он встал именно на ноги. Вещь, которой все родители думали, что уже потеряно абсолютно все. И это есть то сила, которой говорят наши мудрецы, молитва, которая приходит после определенной митвы, есть особенная сила. А Суховецхам в своей книге тоже пишет, что нужно очень сильно быть внимательны к этому, когда есть такие возможности, дай им напросить, дай им напросить Минашем. Теперь, это один из маленьких примеров, где мы видим настолько сильные люди с благословения, дорогие друзья. Есть геморраг, где рассказывается то, что пусть не будет в твоих глазах благословения простого человека. Простым в твоих глазах. Даже сам простой человек благословляет тебя. Пусть не будет простым. Что может быть благословением простого человека? Простое благословение. Что может простое благословение для человека? Говорить тому, что пусть не будет, Потому что ты никогда не знаешь, какой ангел пройдет сейчас, и какой ангел сейчас скажет Аминь, да пусть будет так, и это сбиться. Это будет сбиваться. И так и было в Геморре рассказ, когда был один из наших мудрецов Талмуда, был в нишате, у него не было такое большое богатство. И другой мудрец Талмуда, когда увидел его, он благословил его. И он через какое-то время очень сильно разбогател. Очень сильно разбогател. И когда он через время встретил его, он сказал ему, я на тебя злой. Почему? Потому что когда я тебя благословлял, почему ты не сказал, что тебе тоже? Ты видишь, когда я тебя благословлял, простое благословление, это у тебя сбилось. И ты бы мог бы сказать, и тебе тоже, и мне тоже на самом деле сбилось бы это благословление. Мы видим, как сильно на самом деле одно вещь, одно благословление, одно браха, одна вещь, которой мы никогда не знаем силу вот этих вещей. Мы это все на самом деле привели, чтобы понять, о каком гигантском благословлении мы сейчас собираемся с вами без разогнать, о чем разговаривать. А именно эта миссия, о которой мы сказали, это один из проклятий, которые было вначале уже сказано о благословлении. Дорогие друзья, эти проклятия, которые написаны Торой, которые были сказаны изначально благословлениями, что мы представили себя, речь идет о реальности, когда 600 тысяч еврейских душ стоят, поколения выходцы из Египта, да, это уже новое поколение, конечно же, все уже были, уже не это, не умерли многие. Но это поколение, где Моширабенов был там, праведники, мы не сможем себе представить величие того народа, которые стояли перед Хар-Гризим и Хар-Эй-Вал. 600 тысяч этих душ из великих именов людей, весь еврейский народ, еврейские души стоят. В середине стоит Аром, Левиты и Куаним. И они одним махом говорят то, что человек, который будет исполнять эти вещи, которые написаны в Торой, а про проклятие и наоборот про благословление, он будет благословлен. Представляем мы, о каком великом благословлении идет речь. Благословление Куэнов, Арон Акодыш стоит там, и 600 тысяч еврейских душ стоят там, Куаним, Левитим, не может быть больше, чем это. Что может быть больше, чем это благословление? И на этом приходит Тора и говорит, благословлен пусть будет человек, который поставит слово Торы на ногах. Что имеется в виду? Что это значит, когда Тора говорит нам, что пусть будет благословлен человек, благословление это великое благословление, которое мы сейчас только что чуть-чуть ощущали, что это такое, что какое величие в этом. Что имеется в виду здесь? Наши мудрецы в трактате в Иерусалимском Талмуде объясняют следующим образом. Задают наши мудрецы вопрос, разве что есть Тора, который падает? Как это выражается? Арура, шерло, яким, человек, пусть будет проклят, человек, который не поставит слова Торы. А как это может быть? Упасть Торы, как это может быть? Как это может быть? Есть ли вообще такая вещь, что падающаяся Тора или что это имеется в виду? Объясняют наши мудрецы то, что речь идет о любой помощи, о любой вариантах, о любой, как бы, поддержке, любой вещь, которой человек в состоянии, чтобы поддержать изучение Торы, поддержать соблюдение заповедей в обществе. И, конечно же, это же, конечно же, речь идет о приватном, как бы, личном, как бы, уровне человека. Но здесь, именно идет больше фокус на том, что, чтобы бейт-дин, так называемый, как бы, еврейский суд, речь, в Талмуде и Рушану так объясняется, что на бейт-дине, на еврейском суде, надлежит именно вот это обязательство, чтобы они поддержали а изучение Торы, чтобы, если есть нужда, чтобы это будет финансово, если есть нужда, чтобы послать им необходимых учителей, если есть нужда, делать любые возможности. Во время Торова храма, дорогие друзья, Талмиды, Хахами, мудрецов Торы, брали, давали деньги из денег бейт-дин, чтобы они были в состоянии поддержать изучение Торы людям. Так, благословление, о котором здесь идет речь, дорогие друзья, это помощь любой абсолютно, любое желание, любое старание, когда каждый индивидуум, каждый из нас в состоянии, где бы он ни был бы, каком именно старании ни был бы, чтобы поддержать, чтобы в этом мире было изучение Торы и соблюдение заповедей. И на этом идет это гигантские, гигантские благословления, где человек может удостоиться благословления 600 тысяч евреев, Куаним левитов и Аарон Абрид, который стоит там. Дорогие друзья, мы сегодняшний день видим, особенно в стране Израиля, ужасные вещи. Глаза мне верится, больно смотреть, сердце разрывается. Видим вещи, как изгруппировки людей, разных, как бы, направления, мы все прекрасно знаем, которые, к сожалению, большому, к сожалению, дорогие друзья, борются, как раз таки, чтобы этого всего не было. Чтобы не было изучения Торы, чтобы не было кошерной миквы, чтобы не были еврейские свадьбы, ни по законам на Торы, чтобы не были, это основа нашей Торы, Которые всегда вновь до того, что базируется все, что не были кошерной, что не было кошерной еда, так как по закону, так как написано в Шухонарухе, в Талмуде, везде. И люди из группировки, которые назвают тебя, я не знаю, евреи, это мне не судить, я не пророк, я не большие раввины, что я могу сказать, кто они, что они. Можете слушать других раввинов, которые могут сказать, откуда я тебе вещь. Но мы, я как маленький человек, больно мне это, и я бы хотел просто каждый из нас, чтобы мы поняли величие этого всего, который каждый из нас, мы можем делать гигантские, гигантские шаги, в каждом из нас, в нашем доме, в наших домах, в нашей семье, обществе, где мы не находились бы. Это будет гигантский сход, во-первых, для нас, благословление большое, и гигантские, и гигантские, большая подготовка для Рожьей Шины. Дорогие друзья, когда мы видим этих вещей, мы должны понять один, очень простой именно момент, который, в принципе, человек, который посмотрел чуть-чуть в истории, еврейского народа, куча народов встали против нас, и внутрь нас, и вне нас, враги всегда были против соблюдения Торы и заповеди, что было в России, что было в изгнаниях, уже 2000 лет, уже и больше, мы постоянно изгнали, постоянно все хотят запретить это, запретить это, запретить это. У Торы, дорогие друзья, есть вечное обещание. Тора это вещь, которая не в наших руках, это вещь, которая из благословнения Творца, это желание и интерес Творца, и это будет на веки веков. Потому что сам Творец, он обещал в своем Торе, «Люйша кахми пизару». Тора никогда не забудется от еврейского народа. Такое вещь никогда не будет. Это не будет, это будет всегда. Есть группировка людей, которые, группа человека, еврейского народа, которые всегда будут и будет изучение Торы. Даже во время мировой войны, и после мировой войны, и до этого, и всех изгнаний, где бы ни было бы, изучение Торы никогда не будет прерываться. У нас есть это. Всегда будем соблюдать. Сложность и несложность, это будет всегда. Но, жалко и больно, когда эти вещи в нашей стране происходят. И, к сожалению, многие и некоторые могут, даже люди, которые наши знакомые или близкие, они, дай Бог, могут пойти и соблазняться, и сказать, «Да, действительно, это реально, они правы» и так далее. Дорогие друзья, то, что мы сейчас говорим, благословление, которое каждый из нас, где мы находились бы, мы в состоянии получать это благословление. Как написано в наших мудрецах, то, что человек должен восхвалять Творца из любыми средствами, которые были даны ему. Из любой вещи. Если одному было дано, что он может обучать, иди обучая. Одному было дано умение организовать определенные уроки, организовать определенные уроки. Оно было дано богатство, поддерживая изучение Торы, поддерживая соблюдение заповедей, поставивающего Талмуд Тора, где не будет больше схута и заслуга человека, чем больше, чем это. У человека есть умение как-то, чтобы поддержать еврейский дух, поддержать еврейство каким-то образом. Каждому то, что было дано, это есть его удел, где мы все, как один большой народ, обязаны этому всему, чтобы поддержать соблюдение Торы, изучение Торы, чтобы было в еврейском народе. Это не вещь, которая стоит на раввина, на векового поколения. Это надлежит над каждым из нас, дорогие друзья. Хвейцхам это пишет в некоторых местах, в нескольких местах, то, что Тора было дано нам всем. это обязательство всего еврейского народа, чтобы оно сохранилось, чтобы оно жило, чтобы оно продолжалось. И благословление это то, что мы смотрели. благословление такое именно великий. Поддержать любым образом или предотвратить то, что кто-то может, не дай Бог, что-то будет делать против Торы. Потому что речь идет на самом деле, если подумать, дорогие друзья, явно всем. Негет Ашем, и негет Мещихо. Это против Творца и против Мещиха, чтобы эти вещи просто предотвратить. это вся именно борьба, то, что, к сожалению, сейчас именно происходит. Но наша задача, даже если мы не находимся в этих местах и где мы не были бы, дорогие друзья, это невероятно большой именно момент, когда еврей может поставить свою маленькую часть, свое маленькое место, свой маленький именно пазель для этой гигантской именно картинки, чтобы было желание Творца осуществляться именно в этом мире. Один раз была такая реальная история. История была то, что был один человек, который писал биографию про одного композитора. Композитора. Так, это человек, который писал биографию про нюнём, то он ходил и этот композитор забирал его с места в место, забирал когда ему было концерты и так далее, чтобы он смотрел, к чему он живёт, как он живёт и так далее, чтобы он с ним общался. И одним разом этот человек пошёл с ним и этот композитор стоит на концерте и так далее и играет, и там оркестр говорит, играют как бы это. Оркестр когда играет, после того, как закончили всё, он говорит, этот, говорит, мне не понравилось, мне не понравилось. Говорит, почему тебе не понравилось? Мне не понравилось, потому что, говорит, всё было хорошо, все были идеально, кроме, говорит, одного человека, которого не хватало. Одного человека, который должен был бы тоже играться на виолену, на величину, его, говорит, не было. Его, говорит, не было. Говорит, смотри, я не понимаю тебя, смотри, все люди так, именно, такие большие аплодисменты, и всё было так прекрасно, так красиво, такая песня была, ты так именно, не песня, ты так именно хорошая, это было, всё так, настолько идеально было, что тебе не понравилось? Он говорит, вот это один, это может быть, никто обзорно не заметил, но я, тот, кто это всё именно построил, я на самом деле заметил его. Я заметил то, что его именно не хватало, его не хватало. Для нас, может быть, для простого народа, или народ, который смотрит извне, всё идеально, но тот, кто построил, он именно может чувствовать, то, что вот в переходе с этого ноты на эту ноту нужно было ещё один, именно его, его место, которое он должен был бы делать, и его сейчас не было, не было полной, именно полноценности. Это даётся нам, на самом деле, пример. Это когда мы тоже находимся, на самом деле, в оркестре Творца в этом мире, дорогие друзья. Иногда человек, как еврей, может чувствовать, где я стою в оркестре, во всём мире, где моё место? Что я, у меня есть моя жизнь, мы зарабатывать деньги, на хлеб, дома провести, построить дом, семья, это то, что есть. Но, дорогие друзья, кроме нашей 24 часа, в которой мы живём, и в принципе, весь наш 24 часа, если пойдём глубже, именно посмотрим, мы все играем в оркестр Творца, дорогие друзья. Мы все дети Творца. Есть двое детей, которые есть в Аврамовину, избранного от праотца нашего, это дети, буквально дети, телесные дети Аврамовину, и есть душевные дети Аврамовину, которые перешли в еврейство. Мы все относимся с семьей Аврамовину. И семейство Аврамовину было, которое прошло от Ицеха, от Якова, избранное от этого, то, что мы есть, кто, мест служитель имена Творца. И мы служим его работе в этом мире. Если мы служим, дорогие друзья, в его работе, каждый из нас играет какой-то маленький роль, маленький вещь, кто-то больше, кто-то меньше, но кто-то играет к какой-то тону, кто-то на виолину, кто-то играет на барабаны, кто-то играет на другой инструмент. У каждого разная абсолютно задача. Но кто-то может сказать, окей, я мою задачу сейчас не возьму, я не хочу делать, дорогие друзья. Тогда что? Может быть, в наших глазах это ничего не меняется, мы посмотрим, какая разница, буду делать, не буду. Но в глазах тот, кто построил это все, в глазах сверху от того Творца, который все абсолютно жонглирует, который все абсолютно делает, для него есть... Он может абсолютно заметить, он знает, что и как, и к чему где-то должно быть. Мы в нашем маленьком мире, дорогие друзья, мы можем настолько много менять, у нас нету даже на самом деле представления. Маленькие начаты дела, это может преврасти гигантские, гигантские фрукты, которые могут абсолютно привести не им, ихним детям. Не ихним детям, ихним правнукам. Я хочу пару примеров именно привести и это будет ключ, дай Бог, к расширшению тоже. Арабово дейосов захроноли враха, святли память его. Мы как все знаем, слышали многие, может быть, о нем. Человек, который уже не знаю, когда мой последний раз такой высокую абсурдную душу удостоился еврейский народ. Человек, который писал так много книг и такой абсурдный переворот делал всему сфаратскому миру. Человек, который нету слов как бы передать величие этого человека. Человек, который наизусть знал 40 тысяч книг, который больше, чем 40 книг написал в своей жизни. Величие, который держал весь сфаратский мир вот так в своих руках. И похороны его были самым большим показателем, как все абсурдно пришли. Величие этого человека уважали абсурдно все. Мы уже не все были согласны с его подходом к галахе и так далее, но то, что он был вождем, то, что он великим был, то же его величие было абсурдно бессомненно во всем еврейском народе. Дорогие друзья, это великий человек, который каждую минуту был ценной, который мы не можем передать. Его раба неид не давала людям заходить. Ему когда были вопросы, говорят, что сейчас раб учится, ему каждую секунду это важно. Нужно было заранее, когда была какая-то пауза, какой-то этот, когда могли именно люди зайти, чтобы его спросить на вопрос. Для Рафа дается весь жизнь это был отдача и жертвование для еврейского народа. При всем его величии, дорогие друзья, раба и это не был только он. Так был Хофетсхайм, так был Рафшах, так был любовческий рабе, так были все большие люди. И это лежит в каждом из нас, в нашем маленьком мире. раба ходил от синагоги в синагогу, давал уроки. И когда люди приходили, ему спрашивали, Раф, ты даешь уроки кому? Смотри, кто приходит на молитве, помолиться, ты даешь пару минут на Галаху, на это, на это. Он говорил, ему спрашивали, кто эти за люди? Это старики одни. Может быть, будет лучше будешь изучать сам или пойдешь колел изучать и обучать или там вещи. Стариком ты даешь уроки этот. Смотрите, величие мудрости этих людей. Раба Ваде Йосеф говорил, я не преподаю этим людям. Я преподаю их детям и внукам. Когда эти люди пойдут в синагогу от синагоги домой, что они скажут? А, Хахаму Ваде Рабу Ваде Йосеф говорил, нужно шаббат не включать свет. А, Хахаму Ваде Йосеф сказал, нужно отвезти всех детей в еврейскую школу. Хахаму Ваде Йосеф говорил, всех детей нужно отправить еще вод. Нужно внукам Нужно это делать. Нужно Тарат Мишпаха нужно это, нужно это. И, дорогие друзья, таким образом, в буквальном смысле из ничего Рабу Ваде Йосеф создал чудо создания опять еврейского мира в Израиле и потом во всем мире. Живой пример. Живой пример. Сегодняшний день в Израиле один из больших людей, который может быть многие слышали. Его зовут Рави Галкоин. Рави Галкоин у него есть большая организация тоже и Шива и распространяет Тару просто во всем в Израиле в основном и в мире он очень известный. Очень большой человек. Очень большой человек. Сколько людей привез к Чуве. Невероятно. Невероятно. Один раз я слышал от него то, что почему как он пришел к Таре? Он родился абсолютно не в религиозной семье. Абсолютно не в религиозной семье. Но что? Его дедушка постоянно приходил в синагоге, где раб Вады Йосиф давал Шиву. И он абсолютно не... Люди были не... Они знали Бевода и Тора, Идышка и все Бевода, но не были на уровне послать своих детей вешиву или изучать какие-то религиозные жизни и так далее. Были традиционные семьи. то дедушка Раби Галкоина всегда, когда приходил, он всегда рассказывал славу рабовады Йосифа. И когда Раби Галкоин, будучи маленьким ребенком, вырос чуть-чуть, он сказал этого ребенка вешиву. Родители, никто не понял, этого ребенка сказал дедушка вешиву. Он пошел вешиву, стал большим человеком, Равином, Даяном. И сейчас, благодаря того, что рабовады Йосиф тогда-то сказал одно слово, дорогие друзья, Раби Галкоин сегодняшний день, 50, 60, 70 лет спустя, он возвращает десятками тысяч евреев обратно к человеку. В буквальном смысле я переворочу все в десятками тысяч. Посмотрите, сколько у него люди приходят к нему. Я просто сам тоже слушал раньше, как бы, его Шуры. Представляем себе? Один человек к чему может привести через несколько поколений? Одно доброе слово, одно доброе дело организовал какую-то маленькую вещь, ты никогда не знаешь, к чему это может привести. И это может быть в любых абсолютно параметрах, дорогие друзья. Есть возможности организовать в маленьких домах брахот партии. Орган, что людям давать осознавание, что есть творец в этом мире, рассказать об этом, рассказать о том есть благословление. Людям обучать, что есть хала, что шаббат, есть уважение к шаббату, есть особенный день. Это не вечер пятницы, это селдат шаббат. Это селдат шаббата, это самый великий день, который у нас есть. Сегодня у меня был урок показывал про мечной йод, что такое мечной йод, разные с дарим, разные как бы части как бы мечны. И я вам сказал, что есть такой седр, называется Седр Мойт, и там есть все праздники. Я спросил, дети, какой у нас есть самый большой день, который у нас есть в течение всего года, самый большой праздник, который у нас есть. Песах, Йом Кипу, Рошашана, это все, все вокруг, вокруг. И потом говорю, нет, нет. И все были так в шоке. Потом один говорит, Шаббат? Разве Шаббат? Говорю, конечно, да. Конечно же, да, Шаббат. Шаббат это самый высокий день, который есть у нас у евреев. Сам больше, чем Песах, больше, чем Хануко, больше, чем Пурим, больше, чем Суккот, больше, больше, чем все абсолютно. И это можно маленьким абсолютно шагом то, Торы или за Торы, или против Торы, или за Торы. Даже если мы не совсем понимаем, ради того, что восстановить имя Творца, ради того, что было восстановление Леакиме, Тора, дорогие друзья, поставить Тору опять на это. Человек из выбора где-то у него в синагоге или в этом. И мы понимаем и осознаем, что определенное решение будет против в Торы будет. Даже мы не совсем находимся может быть там. Но человек удостаивается я не хочу повторить столько раз, какое гигантское благословление только потому, что он поставил свое слово за Торы. Чтобы было Тора, чтобы было то Тора, которое было в оригинале на горе Синае, а не какую-то вещь, которую придумали, как-то хотят переизменить, какой-то этот, какой-то этот. Нет, дорогие друзья, это наша Тора, которая была оригинальной была Тора, которая была традицией уже веками и веками. И каждый поконяет тот, кто трогает этого, этих людей мы не боимся, потому, что сегодня здесь это все временно обыводаем и понимаем. Но где мы каждый индивидуум стоим там, будем ли удостоиться быть на стороне Творца или нет, решаем мы. У нас есть свобода дает нам ключ тоже Рошешены. Вот уже как несколько помошитанных дней, дорогие друзья, остался до Рошешены. Рошешены. Пахат входим, дорогие друзья. Мы к сожалению, большому к сожалению, большой боли, я говорю себе, себе говорю в первую голову всего, к сожалению, не ощущаем досконально тот пахат и тот страх, в принципе, который должен быть в принципе сейчас днях как бы перед Рошешены. Я не привлечу ничего, потому что посмотрев насчет мудрецов, как они ощущали, как они жили, как они проживали дни до Рошешены и как простой народ, дух простого народа в еврейских штаттлах было это было что-то невероятно люди дрожали. Слышал просто месяц элюл начинается люди были свидетели как хофетсхайм когда слышал сейчас будет в этот в этот день Рошходаш элюл он просто принимал другой цвет он дрожал от этого. И не только вы не говорите что ашкенадские рабини, хасидские рабини тоже. Все абсолютно решается Элю в этот месяц, дорогие друзья, мы стоим перед судом, все абсолютно решается. Все решается, кто за жизнь, кто, не дай бог, за жизнь, кто... Все эти вещи, все решается абсолютно материально наш будущий, духовный наш будущий, любая вещь. Все абсолютно решается, дорогие друзья, у Рожешаны. Мы стоим в суд. Знаете, кто-то из вас был в суде или нет. Я, к сожалению, один раз, не могу сказать, удостоился, но был один раз в суде, там мелочь была, что-то это... Страшно. У меня нечего было, максимум, я не знал, что это может быть, никакого, какой-то катастрофический вещь, но стоишь перед судом, это... Вау, это страх, это ты... Он решает все, как бы сейчас, все в его руках, он может сказать так, может, так, может, это... Просто это страшно. Это страшно, дорогие друзья. И тем более, тем более, когда мы стоим, каждый из нас индивидуально перед Творцом всего мира, который знает каждый вздох и видох, каждое наше движение, каждое наше мысль, каждый наше разговор, каждое наше действие, все абсолютно клювие дуэли фанав. Все абсолютно знает. И все абсолютно рассматривается в эти дни. Но что? Мы надеемся, дорогие друзья, на милости Творца. Мы не можем из-за того, что мы надеемся на милости Творца сейчас сказать, окей, все будет хорошо, дорогие друзья, это... Я не хочу зайти в эту тему, насколько это правильный метод. Но наши мудрецы говорят, как мы можем удостоить Рашишины. Как? Как? Каждый из нас, если посмотрит Творец нас, в каждом из нас, какой шанс, что за шанс, где мы можем пройти? Эта идея была дано от... Может быть, это было до этого, я не знаю, но я сколько знаю, это было от Балей Мусар, Пописовой Саланта и так далее, дальнейшем на мудрецок, которые были... Движение мусора, этики. Идея была дано в том, то, что... Кнал Исраэль, еврейский народ, как народ, мы уверены, что Творец даст нам хороший год. Мы уверены в этом. Из-за этого, если посмотрим, может, что оно, мы не плачем, нам нельзя даже плакать. Извините, с одной стороны, мы не плачем, с другой стороны, у нас есть что? Мы даже не спим первый день, как минимум, первый день, даже днем, в Рошашаны. Потому что идет суд, как ты спишь, когда у тебя суд. С одной стороны, страх, с другой стороны, такая уверенность. Приходим в синагогах, молитвы, песни и так далее. С другой стороны, читаешь такие именно слова, такие, и так далее, очень эмоциональные такие моменты. Эти две вещи. Объявляем наши мудрецы, зависит, кто, на как именно момент именно посмотришь. Если посмотришь на индивидуум, это страшно. Каждый из нас стоит, кивней марон, каждый из нас рассматривает, творец, кто мы, что мы, все досье, всего года. Но как хвал Исраэль, но как народ еврейский, мы уверены, что творец даст нам хороший год. Мы уверены, что мы выйдем хорошей прописью от Творца. Клал Исраэль. Еврейский народ, как народ, мы будем жить, потому что у нас есть обещание Творца. У нас есть обещание Творца, то, что мы выйдем на хорошую запись. Теперь, как это понять? Индивидуум и как хвал Исраэль, весь еврейский народ, как эти вещи можно совмещать? Я индивидуум или не индивидуум? Что это значит? Объясняю наши мудрецы, то, что все зависит, как ты, как я, каждый из нас, как я индивидуум смотрю в себя. Являюсь ли я индивидуумом в моих же глазах, кто я есть? Я есть, я все и больше ничего. Или же я часть этого большого еврейского народа? Чувствую ли я, что я человек, который рабимец рихимбо, так называется в словах наших мудрецов, мудрецов, многие нуждаются в него. Многие нуждаются в него, значит, ты часть этого народа, значит, ты не чувствуешь себя, что ты отдельно стоишься в мне. Нет, все мои нужды, все то, что у меня есть, это ради народа. Я часть, я чувствую себе часть народа. И не только чувствовать, ле-массе на практическом уровне, сейчас мы объясним это с вашей помощью, но на практическом уровне я человек, который многие нуждаются в него. тогда творец нас смотрит на нас тоже не как индивидуума, не только как мы индивидуум, это уже человек, который люди нуждаются, народ нуждаются. Значит, ты не просто один индивидуум, который ты стоишь просто вот так и не нас смотрится этот, ты уже другой категории. Ты в категории, где Клал Исраэль, где еврейский народ. А у Клал Исраэля есть всегда хороший приговор. Клал Исраэля всегда есть обещание хороший приговор. Этому Беводай, дорогие друзья, тоже нужно достоинство. Но объясним чуть-чуть еще больше. Клал Исраэль, как мы сказали, у них есть обещание, что мы будем доставиться хорошего года. Человек, он может себя чувствовать, как мы сказали, все вещи, которые со мной абсолютно происходят, все кружится вокруг меня. Все абсолютно. Я, моя жизнь, моя семья, дети, это то, что есть. За рамками этого всего ничего нету, ничего нету. Ничего даже, это может быть иногда, дорогие друзья, настолько дойти, недавно видел человека, настолько видел эгоистичность в него, то, что человек может делать какие-то шаги, которые могут вредить других только из-за своих лишних абсурдных принципов. Или каких-то принципов, которых нет никакого обоснования, никакого логических вещей и так далее, только потому, что принцип, и это может прийти к сакане, это может привести даже иногда даже жизненно опасные вещи, только потому, что я, я не чувствую себя частично, я, это мой принцип, я есть и все. А другой человек даже может пострадать, мне неинтересно, это мой принцип. Принцип, я говорю, не какой-то причина, которая есть. Это может до такого именно дойти. Но что, дорогие друзья, мы еврейский народ, мы не живем как эгоисты. Еврейский народ, это часть одного большого организма. Этот организм называется еврейский народ. И каждый из нас, еще раз я повторю, это не только идет речь о раввинове, садыки, большими, люди, которые могут делать большие проекты, большие, каждый из нас, у него есть какая-то частичка в народе, где у него есть место для народа, в народе, извините, и люди нуждаются в него там. Каждый из нас, все силами, которые были даны нам, это были даны для еврейского народа. Есть большой раввин, который я слушал и читал, не знаю, один из моих больших примеров раввинов, можно сказать, его зовут Рубен Лойхтер, который родился в Швейцарии, сейчас большой, большой, большой раввин в Израиле, гигантский раввин, и он сам приедет Бальчува, Бальчува, и он настолько был Бальчува, что он сам прямо рассказывал, что его родители кушали свинью, даже в район Кипур, настолько просто далекая семья, но сам Рубен Лойхтер, молодым, даже когда он был, он был невероятно умным ребенком, очень сильно умным, очень сильно, и был математик, он просто настолько был умным, что в университете просто ходил, даже без подготовков, без ничего, просто чертил туда-сюда, все просто, просто, невероятно, гений просто, и музыкой занимался и так далее, и по рухошам сейчас написал уже много-много книг, и большое-большое влияние во всем еврейском народе в Торе. Ну что, когда он был даже молодым, его отец говорил ему всегда, и мне, это было настолько сильным именно месседжем это для меня, то, что его отец даже будущим евреям, но полностью абсолютно отдаленный от Торы от всего. Говорил ему сынок, то, что было дано тебе такой мозг, это не может быть просто только для себе, это чересчур большой пирог, ты это не съешь, это такой мозг, не может быть только для тебя, это не было, сверху было дано, не может быть, что ты должен с этого делать, значит, это было дано тебе, что ты поделился с другими. Было каждому из нас, дорогие друзья, было дано, это какой-то определенный пирог, который меня не принадлежит, принадлежит для кого-то другого. И я смотрю, где мое место, где я могу, где я могу идентифицировать, где мои силы, где мои возможности, где мой потенциал, где я могу других, для других, для других, для других, для других быть там. есть евреев, заметьте, как это настолько уникально, есть люди, которые занимаются такими общественными делами, которые мы бы никогда не подумали об этом, но творец открывает в их сердцах, в их душах эти моменты. Есть люди, которые открыли гмах, что такое гмах, гмрут хасадым, они открыли место в Израиле, в Европе, везде есть эти места для детских одежд или для детских кроватей, если человек нуждается, может прийти одолжить это, использовать это. Есть гмах, который открыли, дорогие друзья, для новобрачных, для костюмов, для костюмов, я не знаю, платья для женщин и так далее. Все. Нужно определенные вещи есть, у каждого пришел какую-то идею, я бы лично сказал, где я, где-то, в жизни не сделал бы, но ему это было его место. Он открыл и он помогает таким образом юристский народ. Это его место. Человек элементаром в синагоге может нуждаться, нуждаться в все, чтобы возвысить имя Творца. Будет возможность, чтобы как-то поддержать, чтобы было больше изучения Торы, чтобы было больше восхваления имя Творца, чтобы больше детей привезти именно к Торы. Я не могу самому обучать, но я могу привезти, я могу подсказать кому-то, я могу организовать что-то, какую-то вещь, которая я могу быть для еврейского народа. Но цель всего этого, дорогие друзья, именно то, что мы только что сказали. проклятие будет на человек, который не будет восстановить эту Тору и благословление как раз таки на это тот, кто постановит, восстановит имя Творца, имя Тора именно в этом мире. То это будет помощь, то это будет и это все один больший на пакет. И таким образом наши Бали Мусар, дорогие друзья, говорят, это билет, через чего мы как народ, мы как индивидуум, извините, мы можем удостоиться зайти в Рашишану. Мы можем удостоиться хорошего года, хорошей записи с Божьей помощью. Где я могу поискать перед Рашишаны и показать Творцу то, что я не эгоист, который стою сам по себе. Потому что тогда действительно смотрят как эгоиста, как индивидуума. Что я могу делать для еврейского народа? Где мое место? Где есть мой потенциал? Одному ашиндал парнасу, делай это для парнасу. Одному поддержи именно Тору, одному дано быть габаем в синагоге, быть габаем в синагоге. Одному, который хорошие слова, у него есть хорошее умение разговорить с людьми, чтобы с молодежью, чтобы было взрослыми, как-то больше привлечь людей, используй. Любой сосуд, любой инструмент, который было дано, в конце которого это благословление невероятно большое. Если нам благословление, мы сейчас сказали в начале урока, на простой благословлении человек был бритмилла, выжил человек. Если на простой благословлении, который амурат, калмуда, другого мудреца во время Талмуда, он настолько разбогател и никогда не знаем, что, какое благословление, какой силы есть благословления торы настолько настолько намного больше когда 600 тысяч евреев говорят аминь это и к ним и леви и все абсолютно и дорогие друзья хотел бы закончить истории которые тоже конечно же перед хоккеями всегда братья этой историями насильная история который была с учеником ховецхайма ученик ховецхайма его звали рабхолом васерман он был самый приближенный ученик ховецхайму который являлся в принципе вождем еврейского народа после его смерти но к сожалению он скончался шемиком домов скончался во время холокоста оставил нам невероятно-невероятно большие книги и репхолом васерман перед войной он поехал в америку хотел собрать там деньги для своей шивы и когда он поехал в америку он встретил одного человека возле одного человека и когда они начали общаться то они поняли то что они знакомы в принципе от детства они учились вместе в хэтере еще в этом и конечно же обрадовались типа ты чем ты занимаешься этот как уже наша жизнь вообще пошла на другой стороне ты остался там в лидии мы я приехал в америке крем чем ты занимаешься город я открыл дешеву на дешево чем ты занимаешься я говорю бизнесом я приехал в америку и начал бизнес этих пуговцы на сша говорит купил маленький этот он продавал потом купил машину который делает пуговицы и потом начало это продавать больше и тогда тогда сейчас богатый богатым человеком сказал хорошо говорит почему говорит ты приехал спрашивает это богатый человек этот ровер холм васерман то почему ты приехал в америку говорит ему я приехал в америку чтобы тебе сказать шалом ты приехал сказать меня шалом хорошо следующий день он опять встречает его он говорит шалом алейхем это как дела то все ровер холм васерман обращается к этому человеку и говорит мой другой друг у меня говорит одна пуговица упала оттуда и не считая это все у меня упал на пуговица мог бы ли ты пошить мне одну пуговицу смотря на этого это великого человека ученика хоббитсхайма великого холм васерману шерушима к донадо это говорит пиши мне пожалуйста говорит спрашивает это богатый человек это ровер холм васерману ради этого ты приехал в америку чтобы тебе пошил пуговицу обращается ему ровер холм васерман этому человеку говорит мой дорогой друг мой дорогой еврей ты приехал в этом мире что продавать пуговицы точно так же так я не приехал варите летвы здесь что вы починить галić пуговицу тоже так же ты приехал здесь ради того чтобы продавать тахарской пуговицы роди Jian ambithar и приехал в этом мире а ше terbi спустил в этом мире ради этого кー�разиву этого мире он говорит about it и приказа понимаешь зачем я приехал я приехал чтобы тору здесь поддержать чтобы собрать деньги ради изучения тар и ради Ради этого, говорю, я приехал. Услышал эти слова, этот человек. Он сказал, все. Все, все, все. С этого момента я буду давать деньги для Ешивы. Он стал один из больших спонсоров для Ешивы. Он сказал, что ради этого я приехал, ради этого я живу здесь. Ради этого есть весь то, что все. Это весь мой жизнь. Говорит, что я приехал. И это опять так и возвращается к нашим темам, которые мы сейчас сказали. Для чего именно еврей живет? Я говорю, для чего есть именно жизнь еврея? Чтобы постановить именно Тору, постановить именно самособлюдение Абивадай, но любая поддержка, дорогие друзья, любая поддержка, любая именно вещь. Какой силы, какой друг от друга, чтобы не было бы, чтобы поставить опять таки больше изучения Торы, больше соблюдения заповедей, больше всего, и это в конце концов, мы становимся какими людьми мы становимся Аши Цибур. Мы становимся людьми, которые люди, которые многие нуждаются в Него. Когда ты человек, которым многие нуждаются в тебе, Ашем уже не рассматривает нас. А, ты индивидуум. Не-не-не-не. Ты человек, который себя чувствует часть еврейского народа. И никогда пусть человек не отделяется от Клау, дорогие друзья. Это очень-очень опасный момент. Человек иногда есть какие-то моменты, может быть обида на что-то, на кого-то, и человек говорит, а, окей, все, мне нужно уже Крау Исраиля. Это очень-очень опасный момент. Мы зайдем в эту тему, это большая тема сам по себе. Но мы часть Крау Исраиля. Мы хотим быть часть Крау Исраиля. Часть еврейского народа. Каждый из нас, где он может больше, больше этого. Больше каждый день давать этому усилия, совет, денежно, материально, словами, преподавание. Каждый то, что Ашин дал. Потому что цель этого всего, что мы все в одной мелодке, мы все абсолютно служим здесь, в армии Творца. Дай Бог, чтобы Творец дал нам много силы, чтобы был для выздоровления нашего раввина. Равдавид Хананья бен Мазал Мадлен Шлита. Тоже просим всех слушателей, чтобы помолились для выздоровления. Равдавид Хананья Пинто, который сейчас получил корону и сейчас чуть-чуть все молимся, все будет хорошо скоро, дай Бог, бизрад Ашин. Но, чтобы каждая молитва это чрезмерно важно, чрезмерно нужно и чтобы было только хорошие вести и чтобы Ашин записал всех нас. Книги жизни, книги нас, наших детях, всех, 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 все в северском народе и чтобы удостоились уже в этом году бизрад Ашин прихода Машиеха. И все эти сложности, которые искал в Исраиле, наоборот, чтобы был для нас для людей, которые важно, для людей, которые горим, которые хотим, которые жаждают в наших сердцах Творца, которым мы хотим делать Его желание, чтобы этот момент, когда многие хотят это нарушать, наоборот, чтобы было что? Для нас наоборот, уроком и усилием, и больше пуш, и больше желания, чтобы наоборот восстановить имя Творца здесь. Здесь, в наших сердцах, в наших семьях, в вашем окружающем мире, в стране, где бы ни были бы. И чтобы шамвал много силы в этом 10 дешмая, и чтобы было ктима вахатиматуа, всем аминь, генератсан.